Как только будет парафирован договор, который вырабатывается на основе переговоров, которые идут в Беларуси, как только министры иностранных дел парафируют этот договор, возможно прекращение огня. Но я абсолютно убежден, что Россия не пойдет на прекращение операции или на приостановку операции, пока не будет парафирован договор. Россия исходит в том числе из недалекого прошлого. В 2014 году огонь прекратили на основании Минских соглашений, вооруженные силы развели, и чем это закончилось? Это закончилось нынешней войной. Поэтому у России есть все основания не доверять нынешнему руководству Украины. Плюс к тому, что Россия поставила перед собой определенные цели в этой операции, и она обязательно их добьется. Возможно, единственный момент, который может не повториться, чтобы Украина достойно выйти из создавшегося положения. Момент. Если этот момент будет утрачен, он, скорее всего, больше не вернется. Такая ситуация больше не будет. Поэтому Украине надо цепляться за этот момент. И это будет выгодно и для Украины, и для России, и для Беларуси. Главное, мы сохраним тысячи, тысячи жизней, если мы пойдем сейчас на подписание договора. Вы знаете, всех, кого вы назвали, они так или иначе влияют на ситуацию вокруг Украины. Но не более того. Никакой Организации Объединенных Наций ни одной войны не остановила. Не остановит и эту. Тот же так и другие государства. Войну могут остановить Россия-Украина, договорившись, подписав договор. Или же американцы, которые дадут команду, руководству Украины прекратить войну. Если американцы на это пойдут, то Евросоюз и прочее, они быстренько выстроятся в хвост Соединенным Штатам Америки и будут поддерживать их решения. Поэтому две силы – Россия и Украина или Америка.